Всем здрасте! У меня стиралка стирает здесь, поэтому будет немножко шумно, но я хочу вам записать расклад. У меня в голову пришла тема, что бы он хотел знать о вас. Я не делала такую тему, мне пришло вот в голову. Знаете, ведь каждый человек хочет что-то о другом знать. Вот мы смотрим там мысли. А что бы он хотел знать о вас? Что ему о вас интересно узнать? Какие у него по поводу вас любопытства, так скажем? У вас там мысли, вы хотите узнать его? Вы хотите узнать чувства, допустим? А что хотел бы узнать мужчина? А ну-ка, давайте задавать ему будем сегодня интересные вопросы. Что бы он хотел знать о вас? Итак, сигнификация мужчины. Каким вы знаете его на сегодняшний день, девчонки? Я думаю, вы знаете его таким, что он не действует. Кому-то мужчина, кстати, и написал. Кстати, переписки были долгие. Общение было долгим. Общение было постоянным. Это длительные отношения. Человек очень много за вами реально следит. Расклад будет для вас актуален. Может быть, кто-то из вас реально знает, что это так. Что он следит. Я думаю, что мужчина здесь по четверке мечей сейчас молчит. Да, и не действует. Не как вам. Но я и хочу сказать, что он из ситуации, которая сложилась, он никак не борется. То есть, ситуация, которая у вас на сегодняшний день произошла, она не проработана ним. То есть, он не пытался что-то исправить. Вот давайте с таким наклоном посмотрим расклад. Я думаю, что мужчину вы знаете как манипулятора. Человек явно и точно может очень тонко вам давать знать, что он вам интересуется. И вот такая вот у меня здесь картина сложилась. Я думаю, что человек, ну, вы ему посланы как женщина, которая ему дает, возможно, даже кармические уроки. Вы его должны чему-то научить на этой земле. Вы должны дать ему какие-то знания. Если он достаточно умен и силен, он эти знания пройдет. И поменяет свое отношение к ситуации. Ну, если нет, кому хуже, сами понимаете, да? Что он хочет знать о вас? Что ему хотелось бы узнать о вас? Ему в первую очередь хочется знать, почему его так тянет к вам. Почему вы так легко, как будто бы, перестали вот за ним тянуться? Почему вы легко к нему относитесь? Почему нету с вашей стороны, вот по дьяволу, да, король жезлов, дьявол? Почему с вашей стороны нету такого же притяжения, как у него? Он говорит, я сделала все для того, чтобы ее ко мне тянуло. Здесь практически одни старшие арканы на столе. Я хочу вам сказать, что мужчине интересно, почему вы так хорошо себя чувствуете? Что произошло, как вы это делаете? Вот как бы интересно сама матрица, как вы вот так вот защитили себя от каких-то вот... Вы даже не показываете, что вам человек как-то интересен. Возможно, вы тихонько молчите, сами наблюдаете за раскладами и тому подобное. Но он-то этого не знает, девочки. Поэтому здесь идет вот такая история. Второй момент, который его здесь интересует, это, конечно же, почему закончились отношения. Что произошло? Может быть, вы отдали предпочтение другому мужчине. Это первая и главная для него задача. Либо он здесь говорит, я плохо ухаживаю. Может, она меня не любит, а есть другой человек, потому что другой мужчина. Мужчина, может быть, вы на выборе мужчины, здесь задается вопросом. Так, еще, чтобы он хотел узнать о вас. Да, есть ли у вас другой человек? Что вы делаете сейчас? Вот вы сейчас в работе, что у вас происходит? Что у вас сейчас, есть ли у вас какие-то трудности? Есть ли у вас какие-то финансовые трудности? Есть ли у вас какие-то сейчас моменты того, что, может быть, вас беспокоит ли вас боль расставания? Или беспокоит ли вас боль последнего разговора вашего? Потому что последнее ваше общение, скорее всего, было не совсем позитивным. Либо оно просто вот как бы, как точка, которая отрубила. Да, вроде ничего плохого и не было между вами. Никаких высказываний друг к другу не было. Но, во всяком случае, называется это как бы кануло в лету. Да, называется. Вот так. Человеку интересно, как вы зарабатываете деньги? На что вы живете? Вот какой интересный расклад, честно сказать. Мне он очень интересен, импонирует. Да, здесь вот большой повышенный такой интерес к тому, что все-таки у вас здесь по восьмерочке пентакли. Как вы здесь зарабатываете? Как вы, кто вам помогает с карьеры? Кто вам помогает делать бизнес? Вы же типа там или работу, вы же не можете сама вот такой быть, какая вы есть сегодня по королеве пентакли. Самостоятельная, успешная. То должен же кто-то вас пропихивать. Вот как бы мужчина думает. Да, вот такой немножко патриархальный взгляд у мужчины. Что вас наделяет вот такой вот, знаете, силой? В вас глаза горят. Ему кажется, что вы выглядите так, как женщина, у которой очень много мужчин, мужского внимания. Женщина по ним видно, да, когда она уверена в себе, когда у нее все хорошо, когда мужчины, ну, как бы видят это, они это считывают. Вот у него сейчас идет такая считка, да. Почему ему интересна ваша финансовая вот сторона? Что это за интерес? Ну, конечно, во-первых, он не хочет обыкакую женщину. Он смотрит, а возможно, если у вас будет все плохо, вы сразу же прибежите к нему. Ну, знаете, это какая-то надежда такая детская совсем. Как бы девочки от мальчиков отличаются тем, что когда у них все плохо, они не бегут сразу обратно. Ну, как бы да, не бегут, да. Как только у павлина обосранный хвост, он, как правило, быстренько бежит назад. Понимаете? Этот симпатичный, шикарный зад становится обычно куриной попой, понимаете? И все. А у женщин вот как бы вот этот зад, он никогда не, он только шикарнее становится. Понимаете? Теперь они просто вот, просто как задница, как мое платье. Вот шикарная, классная попа, понимаете? Женщина всегда держится, ее испытания, трудности, на самом деле, мужчины, если смотрите мой расклад, если вы думаете, что вы женщину обидите, она типа упадет там в болоте где-то зачахнет и умрет вообще без вас, то вы сильно ошибаетесь, потому что женщина при испытании трудностей в отношениях, она только лишь возрастает, она взлетает, она поплачет, и она потом становится просто лучшей версией себя. Поэтому вы только готовите ее к лучшим отношениям, к лучшему мужчине. По сути, честно сказать, называется, вышел мужчина, закрыли дверь, заперли, и как бы, поминай, как звали, да? Вот, ему интересно, потому что он, он хочет, чтобы вы возвращались, когда у вас будет плохо, когда вы придете и скажете, ты знаешь, Валера, я без тебя тут просто умираю, я вообще просто здесь жить не могу, спаси, помоги, одолжи, устрой мою жизнь, вот у меня такая судьба, что вы будете жаловаться здесь. Но нет, он ждет это, но нету этого, да? Он как-то вот безуспешно все к этому подвел, но как бы нету результата у него. А он хотел, чтобы именно так и было, чтобы вы в очередной раз, вот как зайка, вот такая вот, да, как пасхальный кролик, вот так вот прибежали бы вы, как мило, да? Но за это он получает свои собственные, да, так сказать, возвраты от судьбы. Судьба это, знаете, как в магазине. Ты шмотку одел там, не подошел размер, пошел, сдал 30 дней, да, у тебя есть, и ты сдаешь назад эту вещь и возвращают деньги. Судьба то же самое, ты сдаешь назад человека, которого ты поносил, попользовал, да, его душу, ты воспользовался ним, ты пытаешься его отдать обратно, да, он тебе больше не нужен, ты обязательно будешь платить все равно, да, этот возврат, он все равно будет неполный. Поэтому здесь вот такая история. Так. Что он ждет от вас, что он ожидает от вас, что он ожидает от вас. Ну, он ожидает, что вы будете, ну, знаете, вы, во-первых, очень важная женщина, если кроме шуток, да, в его жизни, он боится потерять вас, вы для него очень важны. Он понимает, что, конечно, он ждет, чтобы вы возвращались, я же говорю, по этим картам, ну, просто тут все напрашивается, что вы вот, как бы, этот конец отношений, этот замок, да, этот засов открыли, и, наконец-то, вот, как бы, здравствуй, я тебя ждала, на самом деле, вот, как бы, ничего, как будто и не было между вами плохого, и вот, как бы, чтобы обиды все, чтобы вы спросили его, почему он обиделся, разобрались в нем, он хочет, чтобы, вот, чего он ждет, да, расклад. Он ожидает от вас, что вы будете его восстанавливать, делать ему искусственное дыхание, да, ну, конечно, ну, конечно, поэтому я вам хочу сказать, что это, это бесполезно, вот, это его ожидание, потому что, чем больше он ждет, он, тем больше он будет вас терять, тем больше вы будете отдаляться друг от друга. Что еще он от вас ждет? Что он от вас ожидает? Что у него за ожидание к вам от вас? Что бы вы сделали выбор? Выбор в сторону чего? Выбор в сторону чего? Императором, конечно, его, признали его императором. Сказали, что тебя я люблю давно, ничего не поменялось, что все так же. Что бы вы сделали выбор в сторону его, да? Что бы вы сказали ему, ты знаешь, ты моя семья, ты для меня очень важен, ты моя жизнь, ты вот человек самый главный в моей судьбе, что ты, без тебя ничего не может быть, и что я тебя жду, вот, человек ждет, что вы скажете, да, жду, да, люблю, да, нужен, да? Вот такие вот моменты, то есть это то, что здесь я вижу. Еще, еще. Что он ждет от вас? Что он от вас ждет? Вот, какие ожидания у него от вас? Какие ожидания? Ну, что вы будете любить его, и будете согласны на отношения тайные, да, быть тайной женщиной для него, и соответствовать его ценностям, да, его, ну, хорошо, что такое, что хорошо, что плохо, да, что вы будете этой женщиной, которая будет здесь выполнять все вот эти вот задачи, которые он будет на вас устанавливать, да, что вы будете все-таки ожидать его, что вы будете действительно ему угождать, поощрять его всю дорогу, и здесь момент того, что Паш Пентакли еще, да, ведь что он будет на своей территории, что он может быть на расстоянии, что он может не пускать вас в свою судьбу, в свою жизнь, знаете, это как бы близко к телу, и близко к душе не пускать вас, но при этом, чтобы вы принимали его таким, какой он есть, ну, и, конечно же, здесь момент того, что наверняка, вот, что вы будете как-то пытаться исправить вот отношение к лучшему, а может быть, даже если мужчина виноват, возьмете вину на себя и скажете, да, вообще-то, извини меня, я не права, это называется, никогда не извиняйтесь за то, чего вы никогда не делали, да, то есть это как-то он здесь вообще что-то, ой, девочки, у нас сегодня интересный красавчик на раскладе, что, чего он хочет добиться от вас, вот этим вот всем, чего он добивается, ну, он добивается, конечно, чтобы сидеть на высоком месте, но он понимает, что этого не будет, во-первых, потому что вы сказали, наверное, уже, что мужчина должен действовать, мужчине вы уже говорили об этом, уже здесь есть карты, которые говорят о том, что вы уже мужчину предупредили, что вы хотите, чтобы мужчина действовал, что никаких заносов попы на поворотах не будет, и все, ничего больше не может быть здесь, ничего, и вы тоже, вы стали думать о себе, вы стали волноваться только за себя, вы стали, ну, скажем, в меньшей степени думать за него, так как вы делали это раньше, и он хочет, конечно, желание у него такое, чтобы вы воздвигли его по карте солнца, и он свой эгоизм здесь прокачивал, накачивал, накачивал, знаете, как вот этот буфер какой-нибудь, чтобы раскачивать бесконечно этот весь потенциал, но не знаю, его конечная цель в ваших отношениях, его конечная цель, к чему он хочет прийти, так сказать, ну, он хочет ограничить вас, он хочет, чтобы вы жили по его законам, чтобы он командовал вами, чтобы вы были вот так вот, ничего из себя особенного не представляли, чтобы вы ждали только его, чтобы вы хотели только его, чтобы вы от него зависели, девочки, я вам буду говорить, как есть, чтобы вы зависели от этого человека, чтобы вы хотели с ним быть, чтобы вы терпели и прощали бесконечно, и у него цель вот такая, вот понимаете, давайте совет от карт, я хочу вам посмотреть совет от карт, совет от карт, что советуют карты в данной ситуации, что советуют карты в данной ситуации вам, Ну, конечно, вам карты советуют начинать новую личную жизнь, а у кого-то бывшие отношения, еще кроме этого мужчины, да, перспектива откроется с бывшими отношениями, в которых вы давно никого ничего не ждете, да, появится мужчина из прошлого, а у кого-то это новый мужчина, да, когда вам повезет еще раз с кем-то другим уже просто, да, и вы сможете, в принципе, эти отношения получить, только пользуйтесь уже прошлым, да, научитесь на своих ошибках, да, сделайте какие-то выводы, придите к какому-то результату, который вы уже понимаете, что, да, вот я уже там была, такое не хочу, чего вы хотите, а на что вы точно не пойдете. Рекомендации по поводу этого мужчины вам. Ну, вы раздражаете его, как бы, делаете так, чтобы он волновался здесь, да, нервничал, да, он чувствует себя брошенным, реально, но, девчонки, вот на такие вот, знаете, вот это типа 3 копейки в базарный день, 3 рубля, на это соглашаться не надо. Ваша задача по совету, по рекомендации идти вперед, очень хорошая рекомендация, между прочим, двигаться вперед, открывать для себя какие-то новые горизонты. На этом у меня сегодня для вас все, с вами была Юлия Петрова, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии под видео, мне всегда приятно, когда вы ставите лайки, конечно. Конечно, большая благодарность отдельно тем, кто высылает донаты на цветы, девчонки, я здесь перемещаюсь, передвигаюсь, очень много сейчас я нахожусь в гостях, да, здесь не особо я вижу какие-то хорошие цветы. Я видела вчера какие-то герберы, поэтому, ну, это, это там букет был совершенно, как бы, такой уже подуставший, поэтому, где здесь покупать конкретно цветы, я так и не нашла вот каких-то таких вот лавок, да, как я хотела бы. И я постоянно перемещаюсь, да, по городу хожу, постоянно двигаюсь, поэтому мне тяжело цветы из какой-то одной части города на метро или там на такси или на машине привезти сюда, то есть мне трудновато с этим здесь, поэтому, когда я вернусь уже в Хьюстон, цветы вернутся в студию. Но пока у нас тоже достаточно все неплохо. С вами была Юлия Петрова, будьте здоровы, позитивны и, конечно, счастливы. Всем пока!